С Евангелия от Марка, глава 11, сказано вот что «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, что если кто скажет «Горе сей, поднимись и ввергнись море, и не усомнится в сердце своем, то поверит, что разбудится по словам его, будет ему, что не скажет». «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Поясните эти слова. Действительно ли Христос буквально говорит, что сказано, нужно понимать буквально? Это хорошо, что вы задали этот вопрос, когда слышим непрерывно слова Господа Иисуса Христа. Мы то и дело натыкаемся на что? Что Его слова все носят или прямо приточный характер, и Он прямо говорит притчу. Или символический характер, или говорит в переносном смысле, или говорит образно. Это надо понимать. Ну, помните, вот такой замечательный случай. Бойтесь закваски фарисейской, саддукейской. Ну, чего бояться закваски-то, спрашивается. И даже, как мы помним, помните, даже тут же ученики истолковали. А, это мы хлеба не взяли. Вы понимаете? Это всюду, так и в данном случае, речь, когда идёт о горе, то речь, конечно, не идёт о том, что вот скажите, поверьте, чтобы она там, и какие-нибудь Гималайи там перенеслись куда-нибудь в нашу Московскую область. Речь вот совсем же не об этом. Речь идёт о другом. О том, что от нашей веры зависит, зависит фактически всё то, что совершается в нашей жизни и в нашей деятельности. Например, дело вот какого рода. Хочется обратить внимание на следующий психологический, я бы сказал, факт. И каждый может это посмотреть себе. Кто-то болеет. И мы говорим, мы молимся. Пожалуйста, посмотрите в себя. Когда мы молимся, верим мы или нет, что он будет здоров? Оказывается, молимся и сомневаемся. Молимся и не получаем. Почему? Потому что действительно не верим. Мало в нас веры. Не верим. Как очень хорошо сказал отец вот того сына, помните, когда Господь с фавора спустился, то к нему тут подбежали, и отец просил исцелить бесноватого сына и сказал, что ученики не смогли, помоги. Христос сказал ему, если веру имеешь. Имеешь веру? Помните, что отец сказал? Верою помоги моему неверию. Замечательно сказано. Вот в нас постоянно вот это вот и колеблется. Веря с неверием. Молимся и не верим. Неужели это может быть? Да и не может. И верим, и не верим. То и другое. И вот это вот такая неустойчивость нашего сознания, что ли, так, она и приводит к тому, что наши молитвы большей частью остаются бесплодными. Почему мы обращаемся, кстати, ищем каких-то святых или людей, на которых мы надеемся, что у них молитва такая сильная? Почему сильные имеют веру? Весь вопрос, значит, в чём состоит? А как приобрести эту веру? Да, если человек будет иметь веру, да, он, наверное, гору передвинет. И мы видим, сколь многие чудеса совершали те святые, мы их называем святыми, которые приобретали уже своей правильной духовной жизнью, приобретали эту веру. Тогда совершали чудеса, мы ахаем, охаем, как это может быть? Иоанн Кронштадтский, посмотрите, по телефону сообщают. И он, раз, и творит чудеса заглазно, а ведь он сам пишет, как он начал, как у него началось это. Я вот точно сейчас не помню, может быть, кто-то из тех, кто внимательно отнесётся к этому, может быть, попробуй найти, но случай произошёл примерно такой. К нему обратилась, кажется, женщина с очень большим страданием по какому-то случаю. Кто-то был болен, может быть, из-за её детей. Я просто сейчас не помню. Но что Иоанн Кронштадтский говорит? Он ещё был даже достаточно молод в то время. Говорит, и меня такая жалость охватила к этой женщине. И вдруг я почувствовал такую веру, что, Господи, ты же всё можешь делать! Ты же сказал! Верю тебе, Господи, исцели! Тут же произошло чудо! Он сам был поражён не в том смысле, что он не ожидал этого, а поражён в смысле именно свершения этих слов Христа. И вот эта вера в нём утвердилась в Иоанне Кронштадтском. И затем мы видим бесчисленное множество чудес, которые совершил он в своей жизни. Эта вера приобретается, конечно же, правильной жизнью, которой, к сожалению, редко... Нет у нас просто! Редко у кого можно увидеть. Вера приобретается, а не просто так даётся. Но даётся... Она приобретается как? Мы свою душу готовим к принятию такой веры от Бога. Вот он, отец Иоанн, праведный, он вёл действительно очень праведную жизнь. Это был человек чистейший, просто удивительно чистой нравственной жизни. И вот Господь дал ему эту веру. И он стал совершать эти чудеса. Вот от чего, оказывается, зависит. Вот что может сделать эта вера. Но, может быть, даже здесь стоит сказать и о другом, что эта вера иногда может быть и в людях даже не соответствующих вот тому, что мы можем назвать действительной высокой духовной жизнью. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет, многие, развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры именем Господа Иисуса Христа, совершают чудеса, великие чудеса и знамения. Удивительные слова. И если кто-то, кого-то интересует это, стоит почитать Иоанна Кассиана Римлянина. У неё об этом очень много написано. Оказывается, возможно, чудеса, чудеса даже без вот той жизни, как мы считаем, святой жизни. Мы говорим, что святой, значит, он творит чудеса. Нет, оказывается. Оказывается, человек развращённый умом и отрёкшийся от веры. От веры, отрёкшейся в смысле своей жизни, естественно. Он верит, но отрёкся от того, что именуется правильной верой. Оказывается, и он может даже. И таких случаев очень много. Вот для нашего времени понимание этого вопроса имеет чрезвычайно большое значение. Увы, большинство людей ищут не святости, а ищут чудес и прозорливости. И более того, там, где находят эти чудеса, или эту прозорливость находят, или думают, что нашли, они уже усматривают святость. Ничего подобного. Могут быть и чудеса, может быть и прозорливость. От тех людей, которые развращены умом. Недаром святитель Игнатий Бринчинов писал такие страшные слова «Печальнейшая комедия». Печальнейшая комедия «старцы», в кавычках, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. Комедией даже называют. И действительно, таких комедиантов достаточно всегда было и сейчас достаточно. Почему святые отцы и строго предупреждают, прежде чем довериться кому-либо, не поддавайтесь молве, не поддавайтесь этому, я бы сказал так, сарафанному радио. Проверьте, пожалуйста, проверьте, чему учит этот человек, какова его, если хотите, насколько может жить, какие он даёт советы, соответствуют ли они святоотеческому учению, не являются ли они какой-то отсебятиной или ласкательством, или пресмыкательством. Будьте осторожны с чудесами! Это очень серьёзный вопрос. Игнатий Бринчинов даже пишет, пишет даже, что в последнее время особенно люди ринутся на поиски чудес. И вот уж не знаю, действительно сейчас последнее время или нет, но что-то страшное. Посмотрите, как люди ждут чудес, ждут чудес, ищут чудес, носятся, бегут за чудесами, просят чудес. Вы только посмотрите, какие очереди стоят, когда даже какие-то... мощи привезут. Что происходит? Что только происходит? Чудес, чудес и чудес дайте нам! Это признак, признак, признак очень, очень такой, я вам скажу, опасной. Ни чистоты души, ни правильной христианской жизни, ни исполнения заповедей жизни по Евангелии ищем мы, ни святыни, а чудес и прозорливости. и, оказывается, это является угрозой буквально нашей духовной жизни. Вот так, видите, вот и эти слова Христа наводят на какие мысли, которые очень важны для нашего времени. Но если мы всё же молимся, не получаем просимое, то есть, получается, мы молимся и не доверяем Богу или как? То есть, с одной стороны просим, с другой стороны относимся с недоверием. Совершенно верно! Мы и просим, и в то же время и почти не верим. Как пишет апостол Иаков, муж, то есть человек с двоящимися мыслями, неуправлен, неустойчив во всех делах своих. Верно! Знаете, как человек не знает, по какой дороге идти. Кажется сюда, а может сюда. Так и здесь. Молится, дай, Господи, исцели, а вдруг не исцелит. И не исцеляет. Это сплошь и рядом происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok